Всем привет! Сегодня мы поговорим о процессе, об основной причине, почему мы обращаемся к эликсиру и орлангу. Когда нам нужна некая параллельность, некая конкарсия, то мы ищем подходящий инструмент. И одним из лучших инструментов на сегодняшний день является орланг и его примитив в виде процессов. То есть, когда мы разрабатываем некие программы на орланге, обычно мы не имеем в виду вот эти вот функции, то есть мы не подразумеваем некий функциональный подход. Мы обычно подразумеваем, и даже в первую очередь подразумеваем именно ту акторную модель, которую нам предоставляет орланг в виде своих процессов. Чтобы понять, что такое процессы, я приведу пару аналогий. Это, смотрите, это может быть, могут быть очень-очень похожи на фьючерскала, на фьючерскала, либо на тренды джава. Но, 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 вот эти процессы орланговские, они гораздо эффективнее по памяти. Да и в целом они работают эффективнее. Чтобы оценить, чтобы оценить разность, я вот, к сожалению, не нашел данные по орланге, но я нашел данные по библиотеке АКО для скалы. И там в книжке АКО in Action, АКО in Action. И там приводились следующие данные. Смотрите, если вы работаете в джаве, и у вас всего 1 гигабайт памяти, то вы сможете создать всего лишь 4 тысячи, всего лишь 4 тысячи вот этих трендов. С другой стороны, если бы вы работали в АКО, то акторов вы смогли бы создать 2,7 миллиона. То есть, по-моему, здесь даже говорить больше нечего. Разница просто чудовищна. Вот эта библиотека АКО, да, реализует вот эти акторы. Акторы очень-очень-очень по смыслу похожи на процессы. Так что порядок здесь один и тот же будет. Окей. Окей, окей, окей. То есть, то есть, Орланг нам предоставляет реализацию, реализацию некоторой модели актора. Чтобы лучше понять, я вам предлагаю обратиться к нашей любимой Википедии и почитать, что такое акторы. Если вкратце, модель актора, что это такое? То есть, вы создаете некоторые акторы, то есть, некоторые объекты, которые содержат некоторое внутреннее состояние, которое доступно только им. И они общаются с другими акторами посредством передачи некоторых сообщений. И все. Дальше есть, конечно, разные нюансы, но основная идея именно в этом. То есть, вы создаете объекты, у которых закрытое внутреннее состояние. И они общаются только посредством каких-то сообщений. Ладно, теперь давайте обратно к нашим карланговским процессам. Процессы нам предоставляют некий примитив. Некий примитив, вот как трейдовские джавы, чтобы создать, скажем так, некий компонент, который у нас будет выполняться независимо, независимо, независимо от основного потока выполнения программы. Мы запускаем таких процессов множество, множество. И потом мы описываем некоторые правила, как они общаются. И вот это, собственно, то, как мы будем строить наши программы на Ирланге, главным образом. Не через функции, а именно через процессы, через общение процессов. Еще на аналогии можно, например, сказать, что вот у нас есть армия, да, это наша программа, скажем так. Процессы – это солдаты. У солдатов, как мы знаем, есть устав, который им диктует, как выполнять задания, как общаться с другими солдатами. И вот наши процессы ирландовские, вот мы будем то же самое, мы будем им поставлять некоторые описания, как они должны общаться с другими. И мы вот будем вот эту армию процессов каким-то образом порождать, создавать. Ладно, ладно, хватит аналогий, давайте посмотрим все это уже как непосредственно в годе, в коде, в коде, в коде. Первое, то, о чем следует упомянуть, это, что любой процесс, любой процесс имеет некий PID, PID. PID расшифровывается как процесс идентификатор, который назначается каждому процессу при запуске. Как он выглядит? Для этого мы можем воспользоваться функцией self. Функция self возвращает процесс идентификатора того процесса, из которого данная команда была вызвана. То есть, смотрите, и да, как вы уже догадались, интерактивная оболочка эликсира, это не что иное, как процесс. И у нее есть вот такой PID. Как видите, здесь цифры есть, но, 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 важно понимать, что эти, скажем так, цифры присваиваются по каким-то там своим внутренним правилам, и запоминать их жестко не смысл. Как я уже сказал, значит, процесс у нас реализует модель акторов. Акторы могут общаться сообщениями. Чтобы посылать сообщениями, у нас есть специальная команда send. Send. Хотя, подождите, я сперва свяжу PID в нашей оболочке. Вот. И послать сообщения мы можем с помощью команды send. Первым аргументом мы передаем PID, то есть, кому мы хотим отправить сообщение, и какое сообщение. Допустим, отправим hello. Hello. Отправили. Вернуло само сообщение. Дальше. Вот мы послали сообщение. Но, 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 ничего не произошло. Куда вообще отправилось это сообщение, вы можете спросить. Так вот, у каждого процесса, за каждым процессом, скажем так, привязывается некий, некий почтовый ящик, который реализован по принципу очереди. Это важно, очереди. То есть, кто первый зашел, тот первый вышел. И все сообщения у нас хранятся именно в этом ящике. То есть, мы отправили в некий почтовый ящик, вот сейчас, почтовый ящик интерактивной оболочки, сообщение hello. И, и, и. Вы можете спросить, как мы можем посмотреть, что это действительность Италии. Существует специальная команда Flash, которая, которая позволит нам проинспектировать. Но, 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 она не только позволит нам проинспектировать, она еще извлекает, извлекает, то есть, очищает весь почтовый ящик. Все, что там было, оно вынет, покажет нам, и наш почтовый ящик будет пустым. Смотрим. Видим? То есть, у нас там было одно сообщение. Пункция Flash возвращает ОК, если все хорошо. Если мы снова запустим, то нет никаких сообщений. То есть, нам нужно отправить еще какое-то сообщение. Допустим, вот если мы отправим в HelloTool, и снова проинспектируем, вот наш HelloTool. И если еще раз проинспектируем, нет никаких сообщений. То есть, Flash, оно извлекает, извлекает все, все сообщения у текущего, у текущего процесса. Так, вот мы, значит, знаем, знаем, что за каждым процессом у нас закрепляется некий пит. Знаем, как отправить сообщение. Теперь нам нужно, собственно, а как же, как эти сообщения мы обрабатываем? А обрабатываем мы их с помощью, с помощью Receive блока. Receive Do. И он очень-очень-очень-очень-очень-очень похож на KeyStatement. То есть, вот с левой стороны, вот здесь вот, да, мы описываем паттерн входящих сообщений. То есть, очень-очень-очень-очень-очень похож на KeyStatement. С левой стороны мы описываем паттерн входящих сообщений, с правой, что мы хотим сделать. Что важно понимать относительно России. Смотри, вот у нас есть поток программы, да, поток программы, и как только он наткнется на ресив, все тормозится, все тормозится, и этот поток ждет какого-то сообщения, то есть дальше все что угодно может быть, но он туда дальше не пойдет, он будет ждать, пока не получит какое-нибудь сообщение. Поэтому сейчас, смотрите, у нас же ящик пуст, я не могу, я не могу запустить, если я сейчас запущу, то у меня оболочка просто повиснет, поэтому сперва я отправлю сообщение, потом напишу ReceiveBlog. Давайте сейчас, ReceiveBlog, ReceiveDo, X, можно вот так написать, ну, смысл, что у нас, мы принимаем любое сообщение и выводим, например, Receive, Receive, End, End, все. И сейчас что мы ожидаем? Мы ожидаем, что будет отпечататься, отпечатается вот это вот Receive, то есть мы принимаем сообщение, ну, в данном случае мы принимаем любой тип сообщений, и нам отпечатает Receive, смотрим. И вот, в действительности нам отпечатался Receive. Сейчас, если мы снова проинспектируем наш ящик, то он будет пустым, потому что мы обработали сообщение. Смотрите, еще раз, Receive, у нас вот идет поток выполнения программы, да, если он встречает Receive, то поток тормозится и ждет какого-то сообщения. У нас сейчас ящик пустой, если я вот сейчас снова вот этот ReceiveBlog запущу, то у меня программа повиснет. По сути дела, моя оболочка повиснет. То есть я хоть что могу тут дальше писать, допустим, 1 плюс 1, это у меня работать ничего не будет, потому что моя оболочка, она ждет, ждет какого-то входящего сообщения, но послать я ей не смогу, не смогу. То есть у меня вот эта функция Receive, она блокирует, блокирует все остальные действия. Поэтому будьте здесь осторожней, когда работаете в оболочке. Еще здесь вы, наверное, заметили, что Receive выполняется всего один раз. То есть нет никаких тут, никакие циклы тут не подразумеваются. Чтобы нам, чтобы оно запускалось, вот этот вот блок у нас множество раз, нам нужно будет воспользоваться рекурсией. Но мы этот пример рассмотрим в следующем видео. Сегодня мы рассмотрим основные-основные вещи. То есть как отправлять, получать, как создавать. То есть самые базовые вещи. Ладно, поскольку у меня тут все повисло, я запущу еще одну оболочку. И продолжим инспектировать возможности, которые нам предлагает эликсир. Итак, давайте я сразу привяжу к ПИДу нашу оболочку. Итак, вот наша оболочка, да? У нее есть ПИД. Мы можем ей отправлять сообщения. И можем создать правило, каким образом сообщения обрабатывать. Но, 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 как я и говорил, мы создаем армию процессов. Как создавать процессы? Здесь используется следующая функция. Спаун. Спаун. То есть парадит, да? С английского. Спаун имеет разные вариации. То есть разная армия создания процесса. Мы сегодня рассмотрим простой вариант. Это спаун. И здесь анонимная функция. Анонимную функцию, давайте даже без аргументов. Которая будет не что иное делать, как просто печатать hello. И ничего больше. Смотрите, мы сейчас запустим процесс, который выполнит вот функцию. И как только она выполнится, процесс умрет. Как мы видим, процесс вернул некий ПИД. Выполнилось и ПИД. Я сказал, что процесс умрет. Как мы можем это проверить? Давайте для начала свяжем ПИД-Инер. Хотя нет, ПИД-2. Давайте я ПИД-2. ПИД-2. Вот мы связали. И смотрите, существует такой специальный модуль, называется он процесс. И у него есть ряд функций. Например, Alive. То есть я могу сейчас проверить, жив ли мой ПИД. Вот этот мой процесс. Как я сказал, процесс умирает, как только он отработал. То есть будет false. И как мы видим, в действительности fails. То есть процесс смертный. Его нет. Но давайте создадим более, скажем так, продвинутый процесс. Более продвинутый процесс, в котором мы объявим receive. То есть создадим некий, некий, некий пинг-понг вариант. Сейчас я напишу, будет чуть-чуть яснее. Здесь можно даже ниже подчеркивание использовать. То есть мы говорим, что мы принимаем любой тип сообщений. И мы посылаем, посылаем. Так, смотрите, что я сделал. Вот наша оболочка, да, вот у нее и спит. Из нее я создам дополнительный процесс, в котором есть Российский Бог. Вот из нашей оболочки я отправлю сообщение этому процессу. Он это сообщение принят. И потом обратно в нашей оболочке отправить сообщение. И мы проинспектируем. Давайте пишем send. Здесь pit, то есть в нашей оболочке. И давайте отправим ему сообщение. Понг. Понг. Так, теперь мне нужно закрыть мой... Так, я еще пропустил do. Receive do. Receive do. Закрыл, закрыл. Все отлично. Запускаем. Запустили. Вот наш pit. Сейчас мы снова можем проверить, жив или нет. Естественно, жив. Напоминаю, что вот ReceiveBlock, вот как только вот мы здесь запустили анонимную функцию, и здесь в анонимной функции запускается ReceiveBlock. А ReceiveBlock что делает? Он блочит программу. Вот этот поток и ждет, пока к нему что-нибудь придет. И будет у нас здесь, естественно, true. True, true, true. Теперь давайте отправим вот нашему процессу, вот этому, который ждет сообщения, сообщение ping. Для этого мы используем снова команду send, пишем send, кому мы хотим, p3, и сообщение ping. Send, напоминаю, возвращает само сообщение. Так, вот мы отправили. Как мы можем увидеть результат? А давайте напишем теперь ReceiveBlock, прямо в нашей оболочке. Мы уже знаем, что у нас придет конкретно pong, поэтому я спаттер матчу сразу на конкретное сообщение pong. И, допустим, давайте я верну, верну о-ла-ла, 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 давайте, хочу о-ла-ла, 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 энд. Так что я сейчас увижу? О-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, да? И в действительности, о-ла-ла-ла-ла-ла, ну и окей, это просто возвращает Receive нам, поскольку у нас все что-то возвращает. Вот, вот, вот таким образом мы могли организовать общение между процессами. Понятное дело, это некие примитивы, и писать все вот таким образом мы даже не будем, но вы должны понимать, как это все внутри работает. Каким образом можно еще проинспектировать наши процессы? Смотрите, в Erlang есть такой модуль, называется он Observer, и у него есть функция Start. Давайте запустим, и сейчас увидите, увидите, увидите. он нам, он нам поставляет некоторую утилиту, с помощью которой мы можем наблюдать за процессами. То есть, смотрите, вот наша, наша процесс оболочки. Вот что он делает. Давайте создадим сейчас еще раз пит, наш, наш, наш процесс 3, который ждет, ждет что-то. то есть, вот у него вот такой пит. Возвращаемся к нашему. И вот, 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 вот. То есть, вот мы можем смотреть, наблюдать конкретно. Вот, вот функцию, которую он сейчас выполняет. Память сколько. То есть, у нас есть разные механизмы, такой, скажем так, визуальный и программный. То есть, мы можем снова вот воспользоваться вот этим вот нашим модулем процесс и протестировать, жив или нет. Естественно, жив. Мы его можем здесь убить. Вот, мы его убили. И если повторим программу, будет фейлс. Окей. Окей, окей, окей. О чем еще, о чем еще поговорить? Где вы там можете посмотреть вот этот процесс? Я вам сразу рекомендую, настоятельно рекомендую открыть документацию, найти, найти процессы и посмотреть возможные-возможные функции, которые вы можете применять. Вот спаум. То есть, я вот создавал таким образом, простым. Просто передавал функцию. Можно и более сложным процессом. Тут через имя модуля мы передаем. Мы этого сделаем в следующий раз. То есть, вот-вот-вот. Вот такой вот механизм нам предлагает R-Lang. То есть, давайте подытожим вышесказанное. Значит, смотрите. Когда нам нужна некоторая, некоторая эффективная, некий эффективный инструмент для того, чтобы работать в параллельном режиме или нам нужна вот какая-нибудь конкуренция, то наш взор, взор должен быть обращен. По крайней мере, мы должны рассмотреть вариант R-Lang или Elixir и рассмотреть его процессы. Его процессы. Эти процессы нам позволяют реализовать акторную модель. То есть, вот мы создаем процесс функции спаун. Ему присваивается некий пит. И затем мы описываем правила общения, правила выполнения работы у каждого порожденного нами процесса. То есть, общаемся мы с помощью команды send, то есть, отправляем сообщение, а обрабатываем мы сообщение с помощью блока receive.do. Он работает как statement, как case statement, то есть, мы паттермачим входящие сообщения. Что дальше? Что дальше тут еще важно? Важно помнить, что receive это у нас, я вот еще раз даже напомню, что это блочит, блочит поток. То есть, у нас шел поток, как только он встретил receive, он блочится и ждет пока в этот процесс пройдет какое-нибудь сообщение. И только потом, когда придет какое-то сообщение, то есть, наш receive-блок отработает, поток может дальше идти. То есть, программа может дальше пойти. По дефолту receive у нас подразумевает однократное выполнение. То есть, не нужно тут думать, что, допустим, мы создали вот этот вот P3, что мы можем тысячи сообщений. Нет, нет, нет. Мы здесь только одно сообщение можем ему отправить. Он его обработает, то есть, функцию работу завершит, и потом умрет. Чтобы это избежать, и как это избежать, мы рассмотрим в следующем ролике, то есть, более сложные варианты работы. Но общая идея, что мы будем рекурсить, рекурсить нашу функцию. Пожалуй, наверное, для первого раза хватит. Да, пожалуй, хватит. Инспектировать мы можем процессы с помощью модуля процесс и с помощью, скажем так, некого наглядного представления вызов обсервера старт. Окей? Окей, окей, окей. Изучайте эликсир. See you next time. Субтитры создавал DimaTorzok